Привет всем ребята, с вами Хомиш и сегодня мы поговорим с вами о новом немецком легком танке, такой как Рут 251. Но для начала небольшая предыстория, я думаю, все помнят как понерфили Толстопарда, не все думаю помнят, конечно есть те, кто недавно пришли в игру и меня смотрят, но вот те, кто хотя бы год уже играют, те помнят, что раньше был Толстопард гнущим, раньше он был на пятом уровне и он был офигенным, очень хорошим, просто классным танком, он всем нравился, все на нем ездили, много кто его вкачивал, я даже не пожалел потратить свободный опыт, который я очень долго собирал, то есть не переводя на то, чтобы его сразу вкачать. Не хотел на Леопарде ездить и получилось так, что он на нем отъездил всего лишь месяц и его понерфили, это было очень печально, я очень расстроился, конечно, продал Толстопарда сразу, не смог на нем даже ездить, убили танк и после этого ничего не вводили нормального. Там Леопарда и ТД поводили, хорошие танки, да, но из ЛТшек ничего не вводили, хотя нужна же какая-то замена нормальному, да, Толстопарду, ну или просто какая-то ЛТшка, хоть разнообразить ветку, потому что быстрых танков все меньше и меньше, нерфят, нерфят, там Т-50, Т-52, да, их убивают, у Т-50 забрали движок топовый, Т-52 вообще в игре нету, скоро Чаффика убьют, то есть танков быстрых все меньше и меньше, ну, собираются вводить такой вот танчик, как РУД-251 прототип, для того, чтобы разнообразить игру и просто поводить быстрых танков, этот танк будет действительно быстр, так как его максимальная скорость будет примерно 80 км в час, то есть 80 км в час, вы задумаетесь, какой-то там МТ-25, который сейчас еле-еле там свои 72 набирает и то еле ездит, кто там только в аналоге покажется нам, ПЗ-1С, у которого 79, но он не набирает эту скорость, очень редко, только с горки, а этот танк будет ее набирать без проблем, так как будет у него масса всего лишь 24 тонны, и при этом абсолютно картонная, а броня там что-то в районе 40 мм, может быть больше, может меньше, и движок на 500 лошадиных сил, что вполне возможно еще и будет апгрейджено разработчиками, у реального прототипа было 500 лошадок, но разработчики могут добавить больше, чтобы он еще быстрее был, то есть, что мы будем видеть, на 24 тонны 500 лошадиных сил, как минимум 21 лошадиная сила на тонну, без оборудования, без ничего, очень хороший показатель, то есть, скорость набирается быстро, танк резвый, хороший, так как танк был построен, ну, пототип, точнее, в 1963 году, у него очень хорошая, качественная, ну, качественная, да, и новая система на гусеницах, вот, просто сами гусеницы, они по новой системе сделаны, очень хорошие, очень качественные, то есть, им не обязательно быть тонкими, чтобы, вот, и узкими, точнее, чтобы набирать большую скорость, они довольно-таки широкие, вот, и катки очень современные, очень хорошие, все это очень качественно сделано, и при этом, у танка будет очень быстро, именно из-за этого, скорость поворота шасси, примерно, 50 градусов, может быть, чуть-чуть меньше, а может быть, даже больше, то есть, поймите, да, очень-очень хороший показатель, танк будет располагаться на 8 уровне, вот, то есть, уровень боев будет идти от 9 уровня, так как это все-таки светляк, его не будет кидать в топ, это логично, и вооружен будет орудием 90 мм, какое-то интересное будет орудие, скорее всего, что-то вроде аналога орудия Индайн Панзера, но, может быть, немножко его исправят, сделают чуть другим, то есть, меньше точность, оно быстрее сведения, и, может, даже, другие характеристики бронепробития, и, вот, урона, может быть, его будет, там, 250-260, а пробитие будет где-то 220, так как все-таки придется воевать с девятками и десятками, чаще всего, этому танчику, вот, орудия, возможно, ему дадут хорошее, наградят действительно хорошим орудием, Ну, и экипаж из 4-х человек, командир, мехвод, заряжающий и наводчик, заряжающий, скорее всего, будет радистом сразу, то есть, 2 профессии, вот, ну и все, пока что это все по этому танчику, ребят, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вы узнали что-то новое, Спасибо вам за просмотр, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам было интересно, вот, с вами был Хомиш, до свидания